Сегодня гостем нашей программы буду я, а интервьюером будет Даня Дуэрти. 20 лет в Абрике, сейчас опять снимут какую-нибудь тухлую документалку. Не хочу, хочу сама начать, чтобы было красиво. Чё? Надо было раньше, Яна Алексеевна! Вот второй сезон, уже как-то немножко концепция порушилась. А люди такие пишут, типа Чурик вне в курсе сидит, защёлкает. Ребят, кошмар. Мы теперь подходим к Жареному. Жареную зовут Прохор Андреевич Шаляпин. Друзья, сегодня вы слушаете много инсайдов, которыми мы с вами не делились по ходу пьесы. Но сегодня тот самый день, когда надо быть с вами откровенной, и я буду с вами откровенной. А я уже в говне по уши. То количество сценаристов, которых я уволила не потому, что люди плохо работают, а потому, что я сука. Нет, я отпускаю тебя вот в эту взрослую жизнь. Ты готов. Вы моя золотая. Ты же мой пупсик. Здравствуйте, друзья. И сегодня мы решили провести для вас социальный эксперимент, о котором, кстати, тоже вы просили в комментариях. И я считаю, что настало время, чтобы это произошло. Сегодня гостем нашей программы буду я, а интервьюером будет Даня Дуэрти. Я отдаю тебе официально бразды правления на все это время, пока будет идти этот выпуск. Я считаю, ты готов. Ну, вот сейчас и проверим. Итак, на прошлой неделе в эфир канала ТНТ вышла новая фабрика звезд. Смотрели? Нет. Я посмотрела не на канале ТНТ, потому что она была в эфире. Я потом посмотрела в Рутюбе концерт и кусочки хайлайтов. Так, как вам? А как должно быть мне? Это крепкий продукт от Вайт Медиа и ТНТ. Ну, то есть одна программа из многих десятков, которые Вайт Медиа делает для ТНТ и не только. Я считаю, что мы живем в 2024 году, и оценивать новый концерт можно только одним способом. Интересно это зрителю или нет. Я посмотрела, мне нужно было понять, как канал и производитель подошли к этой трактовке. К трактовке старой доброй фабрики. От старой доброй фабрики здесь есть только концепция исполнения со звездой. Участник, свежий, неотесанный, маленький, ничего не умеющий, поет типа со звездой. Собственно, эта концепция осталась. Но вопрос в том, что ты не можешь подходить к новой фабрике звезд с мерками старой. По одной простой причине. В нулевые было время легендарных проектов. Фабрика из нулевых была легендарным проектом. Мы живем в 2024 году, когда уже были и песни на ТНТ, и вообще все. Когда та же Уайт Медиа производит офигели арт, шоу по форматам, сделанных для канала ТНТ, для России, для кого угодно. И перекормленному зрителю, когда ты даешь ему ностальгический лейбл и говоришь, чуваки, будет фабрика звезд. Но ты называешь ее новая фабрика звезд. То есть таким образом ты, как производитель, снимаешь с себя ответственность того, что, чуваки, я сейчас продам вам то же самое, от чего у вас радостно польются ностальгические слезки. Нет, это новое лекарство, это новая таблетка, это новое зрелище. Поэтому просто нужно подходить к этому продукту, а это продукт. Как к ребенку своего времени. Ребенку времени, когда контента дофига, когда люди уже видели все, когда стать звездой можно без всякой фабрики. Вот сегодня посмотреть вот этот вот контент, да нормальная тема. А что ты хочешь-то? Здесь никто не... Не надо было ждать откровений. Их больше не будет вообще. Хорошо. А как вы считаете, зачем вообще ее запустили снова? А потому что у White Media есть этот формат. То есть они являются представителями формата обладателя на территории нашей страны. И когда эта история у тебя лежит в багаже и пылится, ну это было бы странно, если бы не достать эту шнягу оттуда опять. И вот давайте-ка запустим фабрику звезд. Эгегей. Тем более, что перед глазами и у канала ТНТ, и вообще у всех людей из индустрии есть пример, ну как минимум Испании и как минимум Франции. Испания, Операцион Трионфо, это собственно сам формат фабрики звезд. Франция, Стар Академии, это тоже фабрика звезд. И вот эти две страны, прародительницы формата, там где-то то ли 23-й, где-то вот сезон сейчас начнется. Но все эти годы фабрика там шла. Меняя каналы, меняя ведущих. И поэтому, конечно, когда у тебя есть формат фабрики звезд, ты такой думаешь, елки, а я-то что, туплю? Поэтому уже несколько лет эти мысли у White Media были. И, наконец, нашелся канал, на котором достаточно амбициозный руководитель, девушки нашли друг друга, и вуаля. Поэтому что ты еще хочешь-то? Это не будет легендарным проектом, это очевидно. Но это будет просто еще одним крепким продуктом. Давайте я вам еще такой вопрос задам по новой фабрике звезд, и пока мы ее оставим. Многие услышали известные имена на этой новой фабрике звезд. На старом формате тоже это было, типа Никита Малинин, Соня Кузьмина. Как вы вообще относитесь к тому, что в такие проекты идут дети, знаменитых родителей? Вы считаете это нормальным? Я не руководитель этого проекта. Вот мои моральные убеждения, они одного рода. А у людей других, они другого рода. Как я могу это оценивать? Конечно, зато добрая половина комментариев, где нам рассказывают про... Более того, блогеры-обзорщики, которые сейчас активно хайпуют. Слава богу, новую фабрику звезд надо было запустить только для того, чтобы люди снимали на нее обзоры. Потому что надо же нам с чего-то орнуть. Надо же нам что-то обсудить. Поэтому, конечно, это отличная благодатная тема для обсуждений. А ой, ура, ура, опять там блатные сынки и дочечки или племянницы там чьи-то. Ничего нового, ребят. Шли годы, а как бы ничего не менялось. Не со стороны зрительской нашей с вами, когда мы смотрим, такие, а, опять. Просто вот эти вот рассуждения о том, что кто-то занимает чье-то место, это тоже все в пользу бедных. Мы же все понимаем, какая у нас была, извините, Соня Кузьмина. Дочь блатного папы. Это Соня. Давайте просто судьбой этой Сони вспомним, как у нее на самом деле все было в жизни. Или Никита Малинин, который сидел ровно перед нами с тобой и рассказывал свою судьбу вовсе не мажора, совсем вот не мажористую судьбу мальчика с окраинной Москвы. Я не знаю, что там в жизни у детей, попавших на новую фабрику. Да и, честно говоря, пока неинтересно в этом копаться. Главное, что свою дозу хайпа они все словили. А мне, знаете, вот я параллельно. В общем, напишите свое мнение по поводу новой фабрики звезд. Интересно будет почитать. Пока оставим этот проект. Это не наш проект. Наш проект «Фабрика» с Яной Чуриковой. Яна Алексеевна, мы почти два года снимаем это шоу. Почему вы решили его снимать? Ты имеешь в виду, почему два года назад... Да, вы решили, что вот сделаю-ка я 20-летие и приглашу-ка я фабрикантов в студию. Ой, тут много факторов. Я сразу... Друзья, сегодня вы слушаете много инсайдов, которыми мы с вами не делились по ходу пьесы. Потому что когда проект идет, наверное, не все стоит рассказывать зрителям. Но сегодня тот самый день, когда надо быть с вами откровенной. И я буду с вами откровенной. 20-й год. Нет, подожди, 22-й год. 22-й год. Ё-моё, 20 лет в «Фабрике звезд», подумала я. Пока оставим эту мысль. Дальше. На тот момент у меня был регулярный проект на Ютьюбе «Евровижн» с Яной Чур. И я когда думала о том, что типа вот есть телевизионная карьера, есть карьера медиа-менеджера, но что-то я ничего не делаю в интернете, надо было мне себя саму вытащить из своей же собственной там линии прокрастинации. «Ой, у меня никогда нет времени на то, чтобы выстраивать личный бренд в интернете». Я такая думала, блин, чем, чем, чем? Что я могу делать дальше? Потому что на «Евровидении» штука явно сезонная. И интересная очень узкому количеству людей на тот момент. Но это я еще вот до февраля раздумывала, чем бы дальше развивать канал. И тут у меня такие эти два элемента пазла такие совпали. Я такая «Екал МНР? Если не я, то кто?» Опять же, надо сказать спасибо Любе Терлецкой. Потому что если бы там не Люба со своими обзорами, я бы, наверное, даже не вспомнила, что я когда-то вела такую передачу. И что на этой передаче выросло огромное количество людей. Параллельно там Дане со своими активностями. Что вы думаете? Он постоянно мне что-нибудь писал в личку. То запиши ему такое-то видео. Постоянно, каждый день. Постоянно. Неправда. Все время от себя что-то там было. Я просто отмечал часто. Да. Короче говоря, вот они у меня со всех сторон такие пым-пым-пым-пым. И вот эти маленькие пендали привели меня в итоге к тому, что... А, да. И более того. Когда уже весной 22-го года стало понятно, что, скорее всего, канал и отдел производства, продакшн, которым я на тот момент руководила, который я построила, блин, собственными руками, с маленькой командой единомышленников, что очень скоро, скорее всего, нас всех уже не будет. В том плане, что закроют нашу лавочку. И так и произошло. В апреле канал МТВ прекратил свое вещание в России. И стало понятно, что там собственное производство для канала, который закрыли, уже никому не нужно. И люди, которых я вот так вот находила, с которыми мы образовали офигенную продакшн-команду, и мы производили контент для всех каналов холдингов Параман, и даже по заказу крупных платформ, вот это все, ну, то есть вот это все, было понятно, что с этим будет в ближайшее время. И тогда я подумала, блин, сейчас или никогда. Вот сейчас или никогда. Да, я собрала ребят, сказала, чуваки. Так и так. Не знаю, что ждет нас впереди, но здесь и сейчас мы будем делать. Фабрику, блин, с Яной Чуриковой. Мы будем вспоминать то, что было 20 лет назад. Опять же, ни на что особо не рассчитывая. Просто для того, чтобы... Ну, то есть моя первая мотивация была вытащить себя из состояния, что-то надо делать, и уже перейти к активным действиям. И занять команду. А потом вдруг выяснилось, что это нужно кому-то еще. И вот это, блин, было мое самое большое удивление. Да-да-да. И еще вот эта, знаешь, фишка типа, 20 лет в фабрике, сейчас опять снимут какую-нибудь тухлую документалку. Не, не хочу. Хочу сама начать, чтобы было красиво. И мы начали. И это еще один ответ на вопрос, ребят. Все вообще в ваших руках, реально. Сидеть на попе ровно и говорить. А вы знаете, меня ли Ксуня оценил. Да всем пофиг на меня, на тебя, на всех. Бери и делай. Так и завертелось. Первый сезон мы стартанули летом. Как? Сможно ли вообще было договариваться с гостями, чтобы их позвать? Потому что первым гостем у нас была сразу директор фабрики звезд Лина Арифулина. Ага. А вы помните Даню с первого выпуска? Не надо! Слава богу, на ютубе это нельзя смотреть! Почему нельзя? Через VPN заходишь, и очень даже можно. Так что, ребята, если вы хотите посмотреть на Даню образца двухлетней давности, помните, вызывали его по нам. Ну, нас сейчас по закону нельзя рекламировать VPN, так что мы не советуем. Не включайте ничего, ставьте. Короче, друзья, берешь три буквы, короче говоря. Люди спрашивают, что вы удалили Арифульну? Куда мы ее удалили? Нет, там просто через... Это я доплатил, ее убрали. Что ты удалил? Нет, нифига. Там история вот в чем. Там, как выяснилось, использовали на фонах фрагмент музыки на хайлайтах из «Звездного дома». Мы эти хайлайты показали. И нам сразу, когда мы выгружались, не прилетело за это ни страйка, ни клейма. А когда контент уже восемь месяцев как лежал, нам прилетел клейм по авторским, и поэтому теперь этот контент можно смотреть только через вот эти вот три прекрасные буквы. Или в ВК. Ну, или в ВК. Но там ВК не очень удобный плеер, там придется листать очень глубоко. Короче, друзья, никто никого никуда не удалял. Спасибо Ютубу за его прекрасную политику по охране авторских прав. Но пересматривать выпуск не советуем. Ой, ребят, я вам советую. Пересмотрите выпуск Сарифулина. Это просто разнос пушка. Рекомендую. Лина, кстати, неохотно ходит на интервью, где вспоминает «Фабрику звезд». А тут пришла еще на первый выпуск «Неизвестного шоу». Как удалось? Я вообще даже не напрягалась с первой гостьей, потому что очень рада. Там обстоятельства, что у нас с Линой такие доверительные рабочие отношения. То есть ни одна из нас за всю нашу историю взаимодействия не усомнилась в том, что ты работаешь с профессионалом. То есть уровень доверия и у меня к Лине, и у нее ко мне достаточно высок, чтобы поверить, например, в авантюру друг друга и по первому изову прийти туда, куда тебя позвали. То есть когда я написала, Лин, тут такая вот ерунда, я вот решила, что пора бы нам в год 20-летия «Фабрики» повспоминать. И Лина вообще ни разу думала, сказала, да, когда съемка. Так, давайте поговорим о том, что вы проработали очень много лет на телеке. А телек, ютуб и интернет в целом – это разные вещи. Вот вы на площадку заходили. С каким чувством? Вы думали, что я все смогу? Или были сомнения? Ну, во-первых, я заходила на площадку поздно, давайте честно. То есть надо было, честно говоря, раньше собрать задницу в кулак и чего-то такое родить. Потому что я заходила на площадку в год, ну, если мы говорим о моих первых шагах, когда русский ютуб был полон офигенского, крутого, отвязного, звездного контента. До него еще не добрались регуляторы, и там можно было хайповать, материться, делать все, что угодно. И это было такое, ну вот, та самая свобода, которая в какие-то моменты ограничилась со вседозволенностью. И это очень привлекало аудиторию. То есть ты мог быстро вырасти на определенном контенте, особенно сказав, что типа телек – это зомбоящик, а вот у нас тут свобода слова. Ха-ха. Как мы потом поняли, ее нет нигде. Но, тем не менее, там были свои звезды, которые, между прочим, уже достаточно так свысока общались с нами, старыми передунами из телевизора. Так и типа, а это что здесь за древние кости пришли? Че? Надо было раньше, Яна Алексеевна. И вот на такой YouTube заходя, я, честно говоря, такая почувствовала себя снова маленькой, сморщенной. Такой, тут такие все классные, а тут я такая пришла. Но это очень полезное ощущение. Оно очень сильно, я-то уже его переживала много раз, вот этот вот факт, когда ты должен обнулиться, отрезвиться и начать все сначала. Придя там, не знаю, с молодежного MTV на Большой Федеральный Первый канал. Потом, когда я посмотрела сама на себя, там образца первой фабрики, тварь дрожащая, и образца шестой, человек, который уверен даже раньше, я думаю, что это уже на четвертый, нет, даже на третий, начало в полной мере проявляться, когда стало понятно, что девочка не зря тут поставлена. Я уже сама на себя смотрю, я вижу, как я расту. Кстати, этим тоже для меня был очень полезен этот проект. Я пересмотрела себя с самого начала и вижу все свое становление, вижу свою работу над собой же. Это, блин, офигенно круто. Ну так вот, ну в каком-то там году, зайдя на этот YouTube, я поняла, что мне опять надо обнулиться и опять поставить себя в ситуацию ученичества. Очень полезное чувство, рекомендую. И та аудитория, которую удалось собрать, она очень нетипична для YouTube. Я этим так горжусь. Что у нас всегда развернутые комментарии, что в большинстве люди, которые пишут и комментируют наши выпуски, они думающие и, главное, блин, сочувствующие, они слышат то, о чем говорится, слушают и вникают. И когда я поняла, что это немножко похоже на, когда вот видишь, как золото моют, ты должен перелопатить дофига пустой породы, чтобы найти маленький слиток. И я вдруг осознала, что у нас получилось так же, что мы намыли в этом огромном количестве пользователей YouTube ту самую золотую породу, которая в итоге к нам и прилипла. Вот в результате, ну это если так пространно рассуждать. Вы говорили, что вы пришли на YouTube и у вас снова было ощущение, что вы как учитесь. А вы у кого-то совет спрашивали? У блогеров? Как это делается? Ой, я пошла, расскажу сейчас унизительную историю. Так. Да. Пошла спросить совета у одного крупного владельца блогерского агентства. А имен нельзя? А я им не буду называть имен. Ну ладно, а мы знаем его. Я уверена, что вы его знаете, но потому что в свое время он работал с разными блогерами. И я такая пошла, ну на правах так, как это, типа он же пытался как-то со мной, там типа взаимодействовать, меня там привлекать куда-то в свои проекты. И я пришла спросить совета. Ну, как у коллеги. И я думала, блин, ну чувак сейчас мне, наверное, что-то дельное подскажет. Сейчас, может быть, я парочку там каких-то мыслей там с ним обкашляю. На что он мне просто напрямую заявил. Слушай, да ты никому неинтересна. Прямо так в цвет? Прямо так вот в лицо, прикинь. Поздно. Надо было 10 лет назад соображать. Я очень признательна за эту обескураживающую откровенность. Это нужно иногда услышать любому человеку, как мне кажется. Но тогда я реально охренела. Говорит, ты что, мальчик, про себя думаешь? Как вообще охренелся? Да кому ты вообще говоришь? Ну, это как бы взять и взрослому человеку, старой бабушке сказать, что ты бабка не нужна никому нафигу. Да. Ну, а как же дать шанс? А как же вообще элементарная этика? Короче, это было прям больно, отрезвляюще. Но... Но блогера, кстати, не про этикуется, если что. Если вы не поняли еще. Это я потом поняла. Дело в том, что если ты ими руководишь, ты уже должен быть более взрослым человеком. Но это все фигня. Но история расставила все по своим местам. Так вот, а следующий вопрос такой. У нас была Любовь Терлецкая. У нас в нашей студии соединились две вселенных. Телек и Ютуб. Вот Люба как раз, она маленько смотрела шоу. Какая была ее роль в нашем шоу? Для чего она была приглашена дважды? Слушайте, потому что я считаю, что всегда, опять же, этому я научилась здесь у блогеров, коллаборации, грамотные коллаборации, когда есть точки соприкосновения у двух публичных персон, идут на пользу обеим. На мой взгляд, когда Люба, она может быть резкой, и вообще любой блогер может быть резким, за это его и любят, за откровенность, за то, что он рубит правду матку. Опять же, Люба, которая общается с тобой вот так, это другая Люба. Она все-таки тоже понимает, да, где ей можно, а где все-таки стоит, ну, как-то покорректнее общаться. Мне показалось, что вот эта вот дружеская рука, она в данном случае, это то, что называется win-win, обе оказались в выигрыше, потому что Любе нужен был рост и развитие, и она ушла в сторону интервью и неплохо себя там проявила, потому что, ну, это все-таки параллельная история. Обзоры – это одно, а интервью – это другой жанр и другой уровень подготовки. На самом деле, я хотела, конечно же, понять, зачем человек через столько лет нашел эти запыленные битакамы, сдул с них этот прах времен и решил смотреть эту фабрику звезд, как будто это что-то прямо интересное и новое. На моем канале она смотрела это все. В общем, вам понравилась коллаборация с Любой? Мне понравилась коллаборация с Любой, я вообще, правда, ей очень благодарна за то, что она, как это, показала то, что мы когда-то произвели и уже отторгли, ну, потому что так получается. Я уже объясняла, как это работает, люди не верят, что все время ты что-то произвел и забыл. Я это понял. А теперь, Даня, ты же прочувствовал относительно? Да, да, да. Ты отснял, ты отправил правки на монтаж, все это, и забыл этот выпуск. И потому что даже сложно, о чем там говорили. А иногда мы возвращаемся, мне пишут, там, Танечка, вспомни, там, вот мы вот с тем или с тем об этом говорили. А у меня просто да. Вот я это понял, что такое. Да, потому что когда у тебя становится много материала, память начинает освобождать место. И люди в комментариях пишут такие, типа, вот эта Чурикова двуличная, говорит, что она забыла всю фабрику. А что она так с этими общается, с фабрикантами, как будто они прямо здесь все родные. А потому что, друзья, я забываю проекты, но всегда помню людей. Я очень человекоцентричная, ну, как и фабрика, собственно. Поэтому мне всегда интересны люди, и я их всегда запоминаю по каким-то своим крючочкам. Знаешь, Шевченко по журналистике, Сеня Бородина, потому что он был сладкий пуп, но при этом пахой. Ну, короче, у меня как-то это все складируется в моей личной человеческой полочке. Поэтому, друзья, я помню проекты не особо. Концепция проекта «Фабрика» с Яной Чу была такая. Каждый сезон – это определенный сезон. Допустим, первый сезон нашего шоу – это первая «Фабрика» и так далее. Что пошло не так? Концепция поменялась со второго сезона конца. Да, ну, во-первых, первый сезон, извините, просто весь шоу. Выяснилось, что люди за 20 лет настолько соскучились по своему тогдашнему опыту, что им было по кайфу прийти и просто с кем-то потереть. Ну, как встреча выпускников. Поэтому первый сезон прям реально у нас был с точки зрения. И, кстати, спасибо самым внимательным из вас. У нас люди посчитали, из какого сезона сколько людей к нам пришло. Вот людям делать нечего. Что значит нечего? Сказал человек, который, блин, фабрику архивировать начал. Вот человеку делать нечего. Сколько было, что на концертах в первом сезоне. Вот на самом деле спасибо за такие штуки, потому что сразу стало наглядно понятно, что репрезентация первой фабрики была одной из самых высоких. Ну, вот как-то так. Потому что людям реально захотелось встретиться и обсудить. И когда я потом нашла Сашку Савельеву, которая, как выяснилось, оказалась самым просматриваемым выпуском в ВК, мы в что-то как-то стрельнули, там, под два миллиона уже даже просмотров у Саши Савельевой, которая на самом деле уже из фабрики, из группы, давно как ушла. И жена, мама развивает свою сольную карьеру. Но Саша Савельева 20 лет назад, вот эта вот кудрявая девочка, настолько врезалась в людскую память, что и вдруг выяснилось, что вспомнить захотелось всем. И дальше у нас пошли гости, которые приходили очень легко. Даже Катя Шемякина, которая там, я не знаю, уже давно как-то села, спокойно жила семейную жизнь, она пришла спокойно. И что там сейчас было? Ну, Кате мы выдали творческого пенделя. После этого Катя перезагрузила свою карьеру, я очень этому рада. Иногда такой пендель нужен нам всем. Кто там у нас еще легко пришел? Да, но то, что у нас первый сезон венчался тем, что к нам Матвей пришел, опять же, самые прошаренные из вас поняли, почему так получилось. И почему? А почему? Потому что мы позвали группу «Фабрика» в новом составе. А те, кто... У этого же ваша договоренность. А как иначе? Ты хочешь разговаривать с продюсером, и ты игнорируешь современное состояние его проектов? Ну, это бред. Поэтому, конечно же, друзья, и «Фабрика» к нам пришла в новом составе. И те, кто постарческий, ну, делал. А где же? Почему вы не позвали одну Рутонию? Потому что есть, скажем, некая цепочка, в результате которой к нам пришел Игорь Игоревич. У него просто не было шанса мне отказать. Я его просто приперла на этом ВК-фесте и сказала «Итак, Игорь Игоревич». Так же нужно было ловить Юлю Бужилову. Ну, на самом деле, с Юлей Бужиловой говорил сам Матвиенко. Ну, то есть я сказала ему, Игоревич, я, конечно, буду тебе признательна, если ты поговоришь с Юлей. Потому что, ну, вряд ли кого-то так же трепетно ждут, как ее. И мы все знаем, что она работает у тебя. И Игорь Игоревич сказал «Я поговорю с ней». Это означает, что он поговорил с ней. То есть это человек, который всегда держит свое слово. То, что Юля не пришла, это означает, что Юля не захотела. И когда, опять же, нам пишут люди в комментариях, а что же вы такие плохие, кого-то там не позвали. Друзья, давайте не будем забывать, что у людей могут быть свои мотивы. У Юли такие. И вот плавно мы переходим ко второму сезону. И вот второй сезон уже как-то немножко концепция порушилась из-за того, что люди не пошли. Она туго пошла, вторая фабрика. Ну, мы все это помним, когда мы с тобой присели в марте и поняли, что к нам, у нас не получится сделать такой же второй сезон, как и первый, из фабрикантов конкретной фабрики. А опять же, поскольку, то есть, чтобы понимали, когда ты, это я сейчас как человек, который производит контент, с точки зрения затрат, проще и дешевле собрать одну смену и позвать туда, например, троих гостей. Так будет дешевле в производстве. Учитывая, что на тот момент мы не зарабатывали на рекламе, мне это было важно, и я вдруг поняла, что ну не идут, блин, фабриканты второй фабрики. Мы тогда вышли с вами в эфир, друзья, и решили, что будем звать всех в разнобой. И это было лучшее решение для того, чтобы сезон хоть как-то продолжался. Но при этом, при этом, люди уже начали хотеть фабрикантов, и когда мы позвали Игоря Николаева, типа, между прочим, сопродюсера четвертой фабрики, нам написали, ай, давайте нам наших любимых фабрикантов. Дорогие друзья, иногда надо просто дать создателям делать то, что создатель чувствует и считает нужным, ну, в силу определенного набора обстоятельств. И я признательна тем, кто научился нам доверять, что в какой-то момент люди просто поняли, что кто бы у нас в студии ни оказался, они посмотрят любого человека, и это было тоже очень большое ощущение, когда ты получаешь такой кредит доверия благодаря тому, что ты просто работала нормально и от души. Короче, Игорь-то Николаев был в первом-то сезоне. В первом сезоне, но у меня еще вопрос, хотите отвечать, хотите нет, я же беру интервью. Вот, я люблю всякие скандальные темы. Это был классный, добрый такой, милый выпуск, он вспомнил девчонок, с кем он пил дуэтами на фабрике звезд, всех помнит. Девочке мы привет передали. Как так получилось, что это... А я предлагаю не называть фамилию этой артистки. Да, как так получилось, что этот выпуск спустя полгода попадает в скандал и во все заголовки интернет-изданий. Все очень просто. Все очень просто. Мы там поговорили с Игорем Николаевым об одной артистке, федоминально одаренной. И я высказалась, что я считаю, что тот факт, что у этой артистки не сложилась та карьера, которую она заслуживает. Одна из самых больших личных трагедий фабрики звезд, да, сказала я. Дальше, как развиваются события. Я выдаю, собственно, это опубликовано. Дальше я веду переговоры с этой же артисткой, потому что мы готовимся ко второму сезону. И со всеми другими артистами. Я тогда подумала, сейчас я еще немножечко потрачусь, и у нас артисты будут петь. Кстати, забегая вперед, это дорогая история, которая себя не оправдала. То есть ты вкладываешься в производство чуть больше, потому что тебе нужно инструменты вести, доп-звукача. В общем, просто дороже стоит тот факт, что эти артисты поют. А на YouTube ты это выложить не можешь, потому что у песни есть набор правообладателей, которым ты тоже должна заплатить, потому что ты это публикуешь у себя. В результате ВК нам пошел на встречу, они чистили права для нас. И мы это выкладывали в ВК. Я имею в виду песни артистов. Такое лирическое отступление. И дальше получилось, что эти песни набирали какое-то не очень большое количество просмотров. В общем, это было совершенно нерентабельное вложение. То есть просто засаживать деньги в трубу и без перспективы их как-то вернуть. Но я пока еще не так супер-мега-богата, чтобы просто вот так вот делать. Вот так. Все впереди. Ой, посмотрим. Значит, что, к чему я? А, да. К артистке. К артистке. Я пошла, значит, нашла директора. Артистке тоже написала. Мы уже даже выбирали песни. Но надо сказать, что и директор, и артистка очень плохо коммуницируют. Ну, то есть все эти месяцы, там, извини, это сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, ушли на то, что сначала артистка, значит, не хочет, потому что там какие-то проблемы. Потом артистка не может, потому что там какие-то другие проблемы. То есть моя попытка наладить отношения и сказать, приходи, расскажи мне свою версию событий. Объясни мне, где я не права. Спой. Люди хотят услышать твой вокал. Люди ждут тебя, люди любят. То есть все вот эти вот мои попытки, они все это время шли, значит, по одному месту. А дальше в январе, новогоднее затишье, нет инфоповодов, коллеги из Тархита привязываются к этой моей фразе в выпуске с Игорем Николаевым, который был в тот момент уже 4 месяца назад. Но снята она была еще раньше. Ну да, понятно. И в начале январских каникул мы видим феноменальный поток статей. А как сразу, когда нечего писать, люди начинают друг у друга репостить какую-то, значит, хайпушечку. Надо, не надо, давай репостим. О том, что Яна Чурикова сказала, назвала вот это вот личной трагедией. В результате чего через несколько дней артистка публикует у себя в соцсети пост, где пишет, что Яна Чурикова плохая, она недостойна, значит, вот это все. Лицемерка и так далее. Лицемерка и все вот это, да. Дальше ей же пишут в комментах, а что такого Яна сказала-то? Ее же подписчики. Яна пишет в комментах, уважаемые друзья, пишет Яна, всегда проверяйте первоисточники цитат. Добро пожаловать к просмотру оригинала выпуска с Игорем Николаевым от такого-то числа. И после того, как люди написали в комментах артистке, что она не права, артистка закрыла комментарий. В результате, дальше вы мне расскажите, а должна ли была бы я бы стучаться и дальше в закрытую дверь и звать человека что? И что я должна была сделать? Униженно валяться в ногах и говорить, что нет, ты великая, давай все-таки споем. Что? Я считаю, нет. Поэтому вот здесь такая причина. Я вам даже больше скажу, дорогие друзья. На том самом эпичном концерте в фабрике звезд 20 лет, это я была инициатором того, чтобы организаторы позвали эту артистку. И что, вы думаете, она сделала? Она отказалась выступать. Поэтому, когда вы пишете в комментариях, дорогие друзья, что ой, как жалко, что о ком-то забыли, пожалуйста, помните, что человек сам держит свою судьбу в своих руках. Дальше. У меня тут вопрос написан интересный. И опять же, вы и блогеры, Карина Нигай, знаем такую? Если вы знаете, напишите уже в комментариях. Я сегодня утром гуглю, кто это. Оказалась очень крутая блогер. Ты просто очень старая бабка. Нет, она, видимо, бьюти, что-то там вот это все. Она стиль, да, да. По красоте. Очень много подписчиков. Вот расскажите, как Карина Нигай и Юра Титов связаны? Так получилось, что Карина захотела сделать день рождения в стиле фабрики звезд. Да, да, я завидовал. И понимаете, что? И там Карина пригласила выступить всех артистов-фабрикантов. Одним из них был Юрий Титов. А у нас выходит выпуск с Юрием Титовым. Это в тот момент было. Это было ровно в тот момент. И Карина выкладывает у себя стори со ссылкой на выпуск о Юрии Титове. Помогло? Это помогло невероятно. Ну, то есть, Карина аудитория ностальгирующая по фабрике звезд вместе с ней. Потому что они были детьми, которые выросли на этом проекте. Эта вечеринка тогда прогремела там во всех этих светских СМИ. Там, правда, выступали фабрикантов много. И она была оформлена так. Да, да, да. В стиле заставки фабрики звезд. В стиле нашей заставки. Ну, короче говоря, собственно, Юра пел. После этого выходит наш выпуск. Прям как раз с разницей, типа, в неделю. Карина такая, а, я посмотрела. Там вот выпуск с Юрием Титовым, который, кстати, у меня пел. И дает ссылку на наш выпуск. И это была та самая новая аудитория. И тот самый внешний буст, который Ютьюб так любит. Потому что, ну, когда у тебя все деньги, у меня все деньги, уходят на производство. И ты... А на тот момент мы еще были как бы ничьи. Мы ни с кем не сотрудничали. Это была просто я и просто команда моя, которые снимали контент и выкладывали его регулярно. И ты не знаешь, что нужно сделать для того, чтобы продвинуть этот контент. А если продвинуть, то это еще какие-то там бабки гигантские для того, чтобы продвинуть. Но именно эта ссылка на Титовский выпуск дала нам, ну, то, что называется, буст новой аудитории. Потому что Ютьюб любит, когда внешние ресурсы рекламируют Ютьюб. Соответственно, была выложена эта ссылка. И к нам пришли новые люди, которые посмотрели Титова. И это был на тот момент самый просматриваемый у нас выпуск. Благодаря этому классному стечению обстоятельств. И с тех пор, честно, у нас прям вот поперло. И этот сезон второй, и увеличение его просмотров, потому что дальше пошли все фабричные краши. И был концерт к 20-летию фабрики. В общем, получилось, что одно потянуло другое. Мы своим контентом подогрели интерес к фабрике. Первый канал решил вспомнить уже спустя время... Что у них такой проект был. Что на самом деле 20-летие не год в год мы отметили, а на следующий год. И концерт этот собрали на следующий год. То есть мы подстегнули интерес. Люди собрали концерт. Карина сделала эту вечеринку. Все вот так вот одно за другое. Поэтому второй сезон нас по просмотрам бил вообще все. Что только можно. Поэтому, друзья, вот как-то так это и работает. Вы сейчас сказали, не будем далеко уходить. Как это? Ну, жефакетом учат, наверное. Ну, я постараюсь. Вы сказали, что вы еще ни с кем не сотрудничали, не понимали, как это работает, как найти рекламодателей, как все. Вы с кем-то стали сотрудничать? Ты же чего не помнишь, что ли? Когда к нам начали приходить запросы на рекламу ко мне лично. Да. В мои личные ресурсы. Мы с вами первый наш рекламный ролик во втором сезоне. А это, наверное, просто ты не заострял на этом внимании. Потому что у нас второй сезон, он как раз совпал с тем, что мы не смогли больше снимать в нашей старой студии. И мы шатались по студиям, снимали студии. Та студия, которую, блин, мы вот этими руками строили, она нам уже более не принадлежала, и мы не могли там снимать. Короче, вот этот вот тоже не самый простой период в нашей жизни. Мне начали писать в личку рекламодатели, мол, ребят, а у вас реклама там, типа, как? Я такая, ага, ага. Что делать, что делать? Паника. Потому что это отдельный процесс, отдельный документооборот. А я, значит, свободный художник-нищеброд, который только и делал, чтобы производил контент. Это Чурикова-нищеброд. Ну, имеется в виду, ну, когда ты не зарабатываешь на своем контенте, кто ты? Вместо того, чтобы, я не знаю, что делать. Ну, неважно. Короче, я такая поняла, ё-моё, ведь это шанс реально отбить вложения. А тем более, мы уникальный канал, где наши собственные подписчики желали нам рекламы давно. Да. А мы все такие, значит, интеллигенцию давали. Гордые. А вы гордые. А, да, спасибо, не надо нам донатить. Спасибо. Вот, и спасибо. Ваши донаты нам никак ничего не покроют. Не помогут. Ну, ладно, правда, я считаю, что донатить все же, наверное, нужно. Но не рассматривал для себя такой способ заработка. Короче. Ну, при донатах ты уже, получается, несвободный человек. Ну, правильно, да. Они могут только рулить, как в начальство, грубо говоря. Значит, типа, кто платит, тот и заказывает. Да, да, да. И вот, когда пошел первый рекламодатель, я такая поняла, а-а-а-а-а. Слава богу, вместе с этим первым рекламодателем как раз ребята из команды Кирилла Дединка тоже начали расширять свое портфолио блогеров, с которыми они сотрудничают. И обратили внимание на тех, кто пришел и из других сфер, не только благосферы. Потому что время поменялось, и блогер блогером, но появилось понятие все же инфлюенсер. И с какой среды этот инфлюенсер уже не так важно. То есть это может быть спортивная звезда, это может быть эстрадный инфлюенсер, это может быть человек из телевизора, откуда бы то ни было. Ну, то есть человек, накапливающий медийный капитал разными способами. И вот команда Дединка, они диверсифицировали свой портфель. И они вышли на меня параллельно с этим. Поэтому, сняв первый ролик и весь этот документооборот, и все эти новые рекомендации Роскомнадзора, законы о рекламе, вот этот, я помню, весь мандраж свой на эту тему. Мы такие, господи, что? Как? И я поняла, что мне близки их ценности. Так, и что вы теперь, получается, лицо Дединок Тим? Получается, что теперь я в команде Дединок Тим как блогер. То есть, если ты зайдешь на сайт, ты видишь меня в числе их блогеров. И вот в этот момент иногда даже самому взрослому и осознанному из нас нужно просто признание. Нужна просто дружеская поддержка и признание другим твоей ценности. Это то, что я сама всегда стараюсь людям дать, но когда этого не получаю в ответ, это, конечно, больно ранит, рассказывает, отрезвляет, что вообще люди не такие. Но, тем не менее, мы же можем начать менять мир вокруг себя, начиная с самих. Я всегда в это очень верила. И когда я встретила свое зеркальное отражение в лице Кирилла и его ребят, я поняла, что вот с этими людьми я, пожалуй, пойду по жизни дальше. Поэтому, когда мы, наконец, закончили свои страдания, а для того, чтобы найти площадку, а наша команда может снимать только по выходным, потому что мы все работаем параллельно на разных работах, я не могу пока ребятам предложить там полноценную занятость с трудовой книжкой. Очень жаль. Но, тем не менее, понимая, что мы по выходным, что мы вынуждены были скитаться по этим студиям, блин, это еще затраты. И когда Кирилл пришел и сказал, что, ну как, это решено было коллегиально, девчонки из команды Кирилла пошли там, а может быть. Кир сказал, ну, конечно, снимайте у нас. С тех пор весь третий сезон снимается в команде в офисе Дидинок Тим. И это всегда, знаете, это очень греет душу, когда у тебя есть ощущение дома. В нашем случае это прямо очень важно. Мы выросли, создавая это ощущение дома. Потом такое ощущение, что нас отняли домик, и мы скитались. Это было грустненько, потому что я была вынуждена наблюдать, как студия, которую мы построили с девочками и мальчиками, разбирается, блин, все это выносится на помойку, на мусорку. Некоторые в команде прямо реально плакали. Но, тем не менее, вот она, жизнь продолжается. И если ты выбираешь идти дальше, то непременно найдется попутчик, который пойдет с тобой рука в руку. В общем, круто. Мне прям понравилось. Да, и ребята продают рекламу, и, соответственно, мы как-то так даже смогли, ну, частично, понятно, не отбить, учитывая вот это вот. Учитесь отвечать на вопросы. Я вот хотел вопрос задать, а уже ответ пошел про рекламу. Нет, нет, отбить, конечно, полностью затраты не получится, если мы говорим о затратах с начала проекта. Но, по крайней мере, относительно вот третьего сезона, вернее, нет, по итогу на конец прошлого года, 23-го, мы в нуле. Это типа вот середина третьего сезона. Ну, это середина третьего сезона. То есть там мне не удалось отбить вложение, но я, по крайней мере, вернула себе вложенное по итогам на 23-й год. А в плюс-то вышли в итоге нет? Нет, в плюс еще не вышли. Ну, мы уже заканчиваем. Ну, как-то так. Дальше. У нас есть лидеры по просмотрам. Это две фабрикантки из одной фабрики. Юлия Михальчик и Светлана Светикова. Как вы считаете, почему они самые просматриваемые? Хотя вот я ставок вообще ни на ту, ни на другую не ставил. Слушай, так удачно получилось. Я тоже, честно говоря, не ставила так. Но получилось, как получилось. Правда, два, две девочки. Причем друг за другом не помышли. Именно. Две противоположности, вообще диаметральные. Они на разных полюсах находятся. Света Светикова с ее обезоруживающей откровенностью. Шокирующей порой даже ее саму. И Юля абсолютно закрытый человек, который как бы вот пришел. С одной стороны, у нее было желание делиться, а с другой стороны, железобетонная стена, через которую нам было не пробраться. И это все заметили. А люди, видимо, чего-то ждали. Во-первых, смотри, это было лето. Я вообще заметила, что летом смотрят лучше, по крайней мере, такой контент, как наш. И прямо вот поперло. И реально одна была за другой. Возможно, это тоже сработало. То есть выкладка такая, она тоже сыграла свою роль, как мне кажется. Но ты понимаешь, что, значит, Светку правда любили. И то, что потом пришла кнопка и сказала, что Света была моей самой любимой фабриканткой, видимо, кнопка была такая не одна. И в тот момент, когда Света исчезла с каких-то глобальных радаров, то есть не вписалась вот в эту благо-культуру, с одной стороны, потому что очень многие люди вписались, как, например, Резита Дакота и Влад Соколовский. Они смогли почувствовать цифровые веяния нового времени и стали при этом, ну, такими достаточно успешными в интернет-среде. Не у всех так получилось. Или нужно было остаться в большой номенклатуре, что Света тоже не вышла. Поэтому по ней скучали. И ее искренность, и ее дар артистический. Вот правда, как-то, мне кажется, оно так совпало. И когда человек с тобой откровенен, и реально не придумывает ничего, и сидит и говорит, да, у меня был роман с Гару. Блин, это обезоруживает. Ну, все офигели, конечно. Это, блин, обезоруживает. Потому что, в принципе, женщины порой, ну, не так откровенно рассказывают о своих отношениях в силу разных обстоятельств. Но это тот уровень откровенности, к которому вообще хочется, чтобы все твои герои стремились просто вот прийти, так все, посидеть и рассказать. Это все благодаря вам. Потому что я посмотрел интервью Светы у других гостей, у других хозяев студии, назовем это так. Там нет таких просмотров, там нет таких восхищенных комментариев. Потому что вы из одной фабрики, вы вместе, и это сработало у вас. Ты знаешь, это вообще, мне кажется, основной движущий мотор нашего контента. Мы вместе прошли это все. И съели немало дерьма. Ну, это все же за кадром происходит. Все те нюансы и проблемы, которые проходят люди. И как я вижу, как они с этим справляются. В моменте я какую-то поддержку могу им дать. И это, кстати, отличает ведущего такой программы, как «Фабрика звезд». Тебе не может быть пофиг на участников. Скачу по темам. То количество сценаристов, которых я уволила не потому, что люди плохо работают, а потому, что я сука. Нет. Потому что там не нужен сценарист на этом проекте. Там нужно, чтобы ведущий наблюдал за жизнью в доме, наблюдал за развитием характеров. И когда сейчас ты мне показывал кусочки с шестой фабрики, я понимаю, слушаю себя и вижу, что этот подход реально работает. Потому что я им говорю, когда они уходят, ровно то, что я видела, что они демонстрировали. То есть это только человеческие взаимоотношения. И только ценность того, что человек переживает в моменте. И то, как я могу на это отреагировать. Или еще раз заново рассказать это людям, которые вдруг могли это нечаянно упустить. Поэтому и ведение в этом проекте обязано быть не шаблонным, а вот так вот по-человечески. И поэтому ребята это все видели тоже. Возможно, они это запомнили, потому что для них, как выяснилось в моменте номинации, это прям вот пиковые вещи. Люди помнят это очень подробно. Понятно, что не так подробно, как я. И вот когда ты с ними вместе это проживаешь, уровень доверия у фабриканта к тебе просто другой. Ты свой для них. Поэтому это не интервью, где я. А вы знаете. Скажите-ка мне, что у вас там сгоруют. Ну, я одна из них, они одни из меня. Поэтому, когда ты вместе, это, конечно, прям правда дорогого стоит, что мы собрались, а ты тоже воспринимаешься как свой. Потому что эти фабрики, блин, наизусть, знаешь. Считай, тоже там был. Да. Поэтому, скорее всего, вот эта откровенность, она, конечно, и произошла. Но видишь, Юля-то не была так откровенна. А уж мне и было что сказать. И услышать я хотела. Может, знаете, не вовремя. Ну, нет, не то еще время. Может быть, потом... Хотя, кстати, поздравляем Юлию Михайловичу. Она стала мамой во второй раз недавно. Именно. Именно поэтому, когда потом все это произошло, я подумала, Яна, какого вообще рожна? Ты вот лезешь человеку в душу, а он, может, уже это все отработал и дальше пошел. Потому что жить дальше надо. Да, это было. Мне бы помогло, если бы я проанализировала кейс ретроспективно и поняла, где, чего и как произошло. Другое дело, что если бы это произошло не в публичном поле, когда все на тебя снова смотрят. Потому что и как и тогда это все происходило на глазах у многомиллионной аудитории, так и сейчас. Люди ждали, что придет Михальчик и все им разложит, то, как она это проработала. Но вот она так решила не делать. И это ее право. И надо оставлять гостю это право. Вот что я хочу сказать на эту тему. И я правда очень рада, что Юля продолжает свой и творческий путь, и материнский. Да. Юля теперь мама двух. Ангелочков. Ангелочков. Да. Давайте тогда перейдем с вами к третьему сезону. Это вот самый печальный, последний. Люди в комментариях пишут, что все, что вот... И самые ожидаемые гости, по вашему мнению, какие были в третьем сезоне, которых ждали все? Ой, ну, во-первых, смотри. У тебя когда-то уже заканчивал второй сезон и проявил себя очень хорошо, кстати, в качестве репортера. Это вот концерт 20-летия? Это был концерт 20-летия, где ты бегал с микрофоном. На тот момент я уже подумала, что ты, в принципе, достаточно созрел. И уже, скажем, высказав тебе кучу всего в глаза... Нелицеприятного. Нелицеприятного без камер относительно поведения по поводу гостей каких-то во втором сезоне, я уже подумала, что да, зашибись. И тогда нам с тобой писали в комментариях, что хотим таких-то и таких-то. И очень много было запросов на конкретных гостей. Что-то у нас получилось, а что-то у нас не получилось. Опять же, по разным причинам. Люди уже отчаялись видеть некоторых. Они уже все. Да. Но были некоторые надежды на Ирину Дубцову. Которая, кстати, даже не дала комментарий. Она почему-то за кулисами. Есть у тебя какие на эту тему мнения? А я не знаю, я не знаю, что могло... Ну, единственное, что может быть, но это нас не касается то, что Антон Зацепин сказал, что он должен был победить. Иру, это до сих пор триггерит. Она приходила на интервью к Лауре, и они снова подняли этот вопрос. Ира сказала, что я так его любила, с ним так дружила. Тра-та-та. Я вообще не ожидала, что он может так сказать. Вот ее... Видимо, из-за этого она вообще, в принципе, отказала в комментариях. Нет, ты знаешь, что сначала у нас были отличные переговоры с Ирой и с ее пиаром. То есть, в принципе, все могло получиться. Но потом, видимо, Ира изменила мнение. И решила просто выбрать более охватного блогера, которым является Лаура. Да хотя можно было туда и туда сходить. Ну, не знаю. Но может быть, просто это тоже выбор. Ты знаешь, артист... Блин, извините. Ее ресурс не безграничен. Ну, то есть, ходить все время по интервью тоже достаточно энергозатратно. Возможно, Ирина решила выстрелить из пушки один раз. Ну, кстати, не зря. Там уже больше миллиона. Да, вот именно. А вот самые ожидаемые гости – это группа БИС. Влад Соколовский и Дмитрий Бигбаев. Я хочу остановиться на Бигбаеве. Как вам удалось, опять повторю вопрос, уговорить Бигбаева, потому что этот человек вообще о фабрике последние годы не говорил никак. И тут он откровенно очень много рассказал про сценарий на фабрике, про... Почему расправился БИС? Просто Влад – артист. И, кстати, артист, он тоже в команде Дединка, как публичный. Поэтому я включила ресурс по поводу Влада. Я говорю, значит, так, ребята, мы начинаем третий сезон. Ну-ка, давайте-ка там взбодрите вашего блогера Соколовского. Ну, Влад, понятное дело, что он, поскольку человек публичный, готовый к таким поворотам. И он пришел. Но как только выпуск был опубликован, я почитала комментарии, я совершенно не собиралась приглашать Диму, зная, что он выбрал для себя непубличную стезю. Что он серьезный, и вот это вот все. И у меня не было этого вообще в планах даже. Я даже с командой это не обсуждала, честно говоря, потому что, ну, как-то вот Даня по умолчанию, Дима был откуда-то из недосягаемого сегмента, потому что очень многих фабрикантов находил Даня, потому что он с ними общается, и как-то бац-бац-бац, хоп, телефон, я написала, позвонила, все рады, все пришли. Но Дима не от меня. Да, это не тот случай. А тут интересный случился поворот. У Димы была премьера спектакля. А, да, люди в комментариях начали писать, что, типа, ага, а, значит, у вас Соколовский есть. Хотелось бы услышать вторую сторону. Тут мой внутренний журналист сказал, действительно, сфигали. Ты зовешь одного, означает, что ты отдаешь трибуну только одной точке зрения. А здесь заведомо эта точка зрения не может быть на сто процентов истинной, потому что была и другая сторона. И тут, опять же, мне показалось, что это нечестно. Не найти, хотя бы не найти, хотя бы не дать, хотя бы не попробовать вот этот пробный шар закинуть. Ну, и тут выяснилось, что Дима премьера. Спектакль Милаха, того самого. И пишет мне никто иная, как наш теневой режиссер Лина Арифулина. Говорит, а ты знаешь, что у Биг Бэба премьера? Я такая, нет. А что? Она говорит, ну, так и так, тут тебя на нее зовут. Я такая, ммм. Ну, то есть ты понимаешь, да? А не намекли это, чтобы пригласиться? После того, как она к нам пришла, она так прониклась нашим проектом, что она смотрит все выпуски и постоянно какие-то комментарии тоже отпускает. Иногда, да, в личку. Да, не может написать в личку мне. Вот она такая. И это уже произошло, понятно, после выпуска Соколовский. Потому что, я же говорю, у нас немножко вот в этом похож стиль мышления. Мы обе мыслим, как люди из медиа, с некоторым опытом. Я говорю, да что ты говоришь? Я, конечно же, пойду. И я пошла. Спектакль был прекрасный. И мне понравилось, конечно, я, конечно, офигела, потому что первый раз вот это меня накрыло, когда у тебя сидит Дима Бигбаев, экс-пупсик. Вот здесь застегнуты на все пуговицы в твидовом пиджачке. Вот это все, где максимум его проявления вольности это джинсы, в которых он пришел. И вот этого Диму я увидела там. На вы? И на вы. И только на вы. Меня, конечно, там еще колбаснуло. Но думаю... Он прямо играл в... Нет, он был режиссером и, соответственно, как руководитель вот этого арт-пространства «Новый манеж» презентовал спектакль. И я думаю, а что нет-то? Что я, в конце концов? За спрос денег не берут. Подхожу, говорю, Дима. Включила бабку, говорю, так и так. Он говорит, конечно. Я такая при себя, в смысле, конечно. Я не была готова к тому, что Дима так быстро согласится. Я уж хотела, так сказать, уже была готова отскочить. Но нет, Дима прям согласился. И я почувствовала, что он хочет прийти. И я такая при себя думаю, ну что ж, прекрасно, мы просто сложим этот пазл. У нас будет и Бигбаев, и Соколовский. И мне очень радостно, что в этом сезоне мы смогли сделать вот такой объемный взгляд на историю группы Биз. А наши уважаемые подписчики и зрители, они уже понимают, как это работает, что мы собираем вместе с вами такой пазл, головоломку из элементов, как будто утерянных много-много лет назад. И теперь, когда мы можем сесть, как нас обычно смотрят, налить себе чаечку, вот всякие пирожочки сладкие. И вот так интересненько листать страницы старых фотоальбомов. Мне кажется, Дима как раз, это тот случай, в отличие от Юлии Михайловича, человек созрел, он хотел высказаться один раз, сходить на интервью, все, как было, рассказать, потому что там было очень много шокирующих тем, которые меня привели в какой-то и восторг, и возмущение. Это про сценарий. Вот как вы к такой откровенности о «Фабрике звезд»? А я как-то подумала, а люди такие пишут, тип Чурик вне в курсе сидит, защёлкает. Ребят, честно говорю, конечно же нет. Я сама офигела от того, что настолько вот именно на «Седьмой фабрике» момент вот этого серого кардинальства достиг своего вообще апогея. Я такая думаю, ё-моё. Где я работала? А главное, что это всё режиссировалось как-то так, ну, за спинами производителей, по большому счёту, чтобы для меня это выглядело как будто это вот прям так и есть. Ну, то есть если бы я, например, была частью этой системы, я знала бы, что вот сейчас выйдет «Биг Байф». Вот он скажет, что вот это. Я бы не дала ту реакцию, которая нужна была людям, которые придумывали всю эту закадровую теневую фигню. Но когда ты там спустя какое-то время осознаёшь, то оно, вон оно, оказывается, как всё было. Что все мы были, как в театре Карабаса-Барабаса, на своих ролях в этом прекрасном зрелище. Но, с другой стороны, меня очень радует, что Дима как раз выломал эту систему. Он из неё выломался. И с какой гордостью он говорил, что теперь я тот, кто... Я не исполнитель, я теперь создатель. Ну, то есть что его все эти годы, эта тема прям, видимо, очень увлекала, что он тоже хотел стать создателем этих миров, частью которого являются артисты. И это, я считаю, достойная карьера. Мы поговорили про группу «Биз», но у нас же были другие парочки, именно романтические. Впервые, по-моему, первые, да, в третьем сезоне, Юлиана Караулова и Руслан Масюков. Более того, друзья, неудобняк получился в том, что они снимались у нас в один день. А это не специально было сделано? Как так вышло? А вышло так, что в ноябре было у нас несколько съемочных дат. И я, когда обзваниваю гостей, пишу им, говорю, ребят, такое дело. А Юлиана переносила дату два раза. Два раза из тех вариантов, которые у меня были. А тут я такая, значит, думаю. А раз я пригласила Караулова, начнут опять писать, где Масюков, пригласите Масюкова. Я пишу Руслану, говорю, Руслан, смотри, вот так и так. Поздравляю тебя с успехом в этой передаче, где он там. Ну-ка все вместе. Ну-ка все вместе. Т-т-тенц. И он тоже переносил дату. Сначала он мог в одну дату. Потом судьба, ребята. А потом он смог ровно 18 ноября. И когда они у меня оба смогли 18 ноября, я села так, я схватилась за все, за что вообще можно было схватиться. Потому что это на самом деле с точки зрения этики величайший кринж. Потому что я же не знаю, в каких отношениях они сейчас друг с другом. А то, что они совпали в одну съемочную дату. И реально, еще он мотор, вот вам крест. Он еще мотор выбрал как раз перед тем временем, которое ультимативно выбрала Юлиана. У нее был мотор в 18, а у него был в 15. И я такая думаю, ну хана, блин. Что они мне теперь оба скажут? Что мне делать? Они в итоге знали, что они снимают... Ну я обязана была предупредить. Понятное дело, что я, значит, пошла сначала к одной. Юлиана. Твой бывший здесь. Такой нюанс, и не то, чтобы я как бы приложила к этому руку. Так, и что она? Ну короче, ну окей, сказала Юлиана. И тут я подумала, что так, так, так. А не хило было бы сдвинуть Руслана хотя бы пониже? Потому что в этот день у нас было два мотора и реклама. Я говорю, слышь, Руслана, тут такой нюанс, что вот как-то так само получилось. Вот как бы вот, вот так. Говорю, а не хочешь ли ты прийти за мотори-то пораньше? В общем, неудобненько. Момент, я вертелась как уш на сковородке. В результате нам удалось их так развести, чтобы они не пересеклись. Хотя оба знали, что снимаются оба в один день. То есть они так и не встретились? Нет. Ну судьба сталкивала же, сталкивала. Да что? Вот вы с этими вашими фабричными романами. Вы не хотите подумать о том, что... Да, вот еще вдруг там... А, она же замужем уже. Ну вот именно, у Руслана своя жизнь, у Юлианы своя жизнь. А тут Данечка со своей детской мечтой. А что тут только Данечка? Вот напишите вы в комментариях, что хотели бы, чтобы они вместе сошлись. Что за опять я? Давайте шиперить людей 20-летней давности парочки, да? Вот делать больше нам нечего. А чего? Они смотрелись. А давайте, господи. А давайте, да. А давайте. Про пазлы. Вы очень часто говорите, что какие-то пазлы где-то сошлись. И у нас была пятая фабрика. Это был праздничный выпуск. Три абсолютно разные судьбы девчонок одной фабрики. А там какие пазлы сошлись, Яна Алексеевна? Ну тут вообще, на самом деле, под финал нашего сезона, мне вдруг резко... Опять же, вот люди тоже в комментариях пишут, что, смотрите, и ведут же ведь подсчет всех фамилий людей, которых мы еще не пригласили. Да. И напоминают каждый выпуск. И напоминают. Да, хотим таких-то, хотим таких-то. Друзья, тут еще должно совпать много факторов, чтобы и они, те, кого вы просите, и они хотели. И давай мы, может быть, сейчас вот закинем сразу, чтобы просто снивелировать в дальнейшем этот вопрос. Я не знаю, хотел ты его задать или нет. Почему не пришли, там, не знаю, Маша Ржевская и Ксения Ларина? Давай, еще раз скажем. Это я хотел, да. Почему не пришли? Значит, эти не пришли, потому что Маша Ржевская не хочет разговаривать о фабрике, она живет в Лондоне, новая жизнь, все вот это. Ксения Ларина тоже не хочет. Но привет передавала Маша вам. Привет передавала Маше, Ксения даже не передавала привет. Значит, кто еще из ребят? Ну, Гагарина, Темникова, их тоже очень ждали. Мы тоже очень ждали, но в данном случае мы видим некое отсутствие желания тоже вспоминать у очень многих звездных фабриканток, особенно у тех, у кого все сложилось, особенно сильно заостряться на тот проект, с которого стартовала их карьера. Это тоже их право, не надо, пожалуйста, им за это предъявлять. Говорили, позовите Алексу, потому что Алекса сначала написала, что она пойдет в интервью только к Лауре, и это был тот самый вечер, когда я планировала наш последний съемочный день. И когда я прочитала, что Алекса говорит, пишет, а я пойду только к Лауре, учитывая, что она уже была у Лауры, я решила, не буду трогать Алексу. Она же передумала потом. Она передумала, но было уже поздно. Последний съемочный день нашего проекта уже был. А ради этого, чтобы стартовать с проектом заново, ну нет. Закрываем, так закрываем. Умерла, так умерла. И моя любимая фраза, спасибо, что напомнил. Поэтому, собственно, вот поэтому не было Алексы. Она чуть-чуть не туда спозиционировала публично свои желания. Ну да, кстати, зря было так. А как вы восприняли эту фразу? Это же вроде бы ничего скорбительного. Как вы восприняли, что пойду только к любимой Лауре? Ну потому что Лаура уже брала у Алексы интервью. Лаура фанатка Алексы. И понятно, конечно, наверное, это логично. Более того, у Лауры миллион подписчиков, а у нас 100 тысяч. Ну к кому люди пойдут? У нас лучше 100 тысяч, лучшие сливки. Да, вот у нас лучшие 100 тысяч. Вот здесь я соглашусь с тобой, да. Правда, не устану это говорить. Там чуть ли не каждый вы лично знаешь в своих подписках. Ну в общем, с кем-то не совпали. Кто-то уже поменял жизнь и не захотел. А кто-то там, извините, в этом списке такие фамилии, что я даже визуально не вспомнила, как люди выглядят. А вы говорите, ну блин, уже 100 лет прошло, а человек там был на проекте чуть-чуть. Нужно было понимать, как я хочу финалить цикл. А мне захотелось его финалить, собрав реальные, разноплановые, настоящие женские истории. Ну потому что уже была весна, понятно, что хочется сделать что-то весеннее. Мне подумалось, почему бы не собрать девчонок. Более скажу вам, дорогие друзья, что если бы, например, мы продолжали проект, то мы бы продолжали, наверное, искать очень эксклюзивных гостей. С одной из них я даже списалась, она живет не в России. Но с ней я хочу интервью... Я догадался, кто это. С ней я хочу интервью вот так. Сидеть глаза в глаза. Потому что она только личный разговор с такой. Ну да, во-первых. Во-вторых, это одна из самых крутых трансформаций вообще фабрики в целом. Вы догадались о ком это? От мажорки до офигенно крутого режиссера и очень осознанного профессионала. Я прям такое люблю. А вот с ней я хочу личное интервью. Господи, по Зуму не хотелось. Это я к чему? К тому, что закрывая проект сейчас, я не ставлю крест на фабричных героях и героинях. То есть очень даже не исключено, что однажды на этом канале у вас будут интервью с вашими любимками. Просто не сейчас. Сейчас надо закрыть фабрику. С Яной Чориковой. Причину озвучим чуть позже. Пазл. Пазл, кстати. Пазл, чтобы мы доберемся до него. Пазл в том, что мы, как такие хомячки-потребители, смотрим всегда на наших любимых героев по принципу «дай, дай, дай, дай здесь и сейчас». И вот здесь и сейчас мы ими восхищаемся или ненавидим, когда мы внутри этого зрелища. Так воспринимаются нами наши герои на фабрике. Но то, что за каждым из них стоит живой человек с его судьбой, мне было важно как журналисту донести это. Это не картинки из нашего детства. Это не какие-то абстракции из прошлого. Это реальные люди. И мне хотелось показать, именно с точки зрения человеческих судеб, может быть, не самых хайповых персонажей здесь и сейчас, но людей, которых коснулась эта фабрика тогда, которые где-то отразились там у нас в подсознании, вошли в историю как участники конкретной фабрики, но показать их с точки зрения разных судеб просто в моменте, тогда и сейчас. Как я вижу, в этом свое вообще основное журналистское предназначение – судьбу показать. За каждой картинкой стоит судьба. Конечно, выпуск, где у нас была «Тройка Лерика», «Голубева», «Ирсен», «Кудякова» и «Аксения» виржа, для меня является, наверное, одним из самых сильных за всю историю проекта. Это то, ради чего все затевалось по факту. Просто я не знала, что нам расскажет Аксинья. Я тоже не знала. Хотя мы общаемся очень близко с ней, очень давно. Прикиньте, Аксинья с Даней общается. Уж ты-то, блин, мог знать. Нет, я не знала. Но Даня не знал. То есть она не поделилась с Даней этим, своей личной трагедией. Вот уж правда тоже. Следи за языком, Яна Алексеевна. Вот где личная трагедия. А не вот то, что я назвала трагедией, разговаривая с Игорем Николаевым. И когда... Для меня было интересно, как так получилось-то. Бац, и теперь мастер по волосам в Калининграде. Вот была на фабрике. Лерика та же. У нее тоже очень интересная яркая судьба. Ирсон, конечно, могла быть более многословной, но не была. Но в результате, соответственно, все они попали в один выпуск. Насколько по-разному, да, могут быть вообще люди разными. И по-разному могут складываться судьбы. И когда Аксинья сказала про ребенка, вы знаете, на меня как будто вот ушат. То есть это был нескончаемый поток ледяной воды. Настолько я же... Опять же, люди смотрят со стороны, как реагировать на такое. Да никак. Все мы люди по-человечески, наверное, на такое реагировать. Просто по-человечески. И то, что я поставила перед Аксиньей выбор, я говорю, мы можем это вырезать. Да. Мы можем это убрать, если ты хочешь, потому что ты обнажила себя нечаянно. А я не хочу вбивать кол тебе в душу и так вот его проворачивать еще на потеху нашей аудитории. Давай вырежем. И то, что Аксинья нашла в себе силы сказать, нет, давайте оставим. А вдруг это кого-то остановит? А вдруг это кому-то поможет? Прямо сейчас? Вот за это огромное спасибо. Вот ради всего вот такого затеваются вот эти вот моменты. Хотя с виду мы начинали как развлекательные, да? А потом вот настоящая жизнь, она полезла. Она просто в рамке всего этого шоу, любого игры, в которую мы должны играть, потому что мы участвуем в шоу «Фабрика звезд». Эти все рамки рассыпаются как карточный домик просто перед обаянием и ужасом, и глубиной самой жизни. Я в этот момент прям совсем четко осознала, что мы заканчиваем. Я больше не хочу. Нет. А если я не хочу, значит, это один из сильных мотивов – остановиться. Вот так. Потому что это все нужно еще осознать, пережить, понять. И это нельзя через запятую делать. Я вот очень хочу, чтобы все эти выпуски, а их 60. У нас с тобой 60 оригинальных выпусков с начала первого сезона. Вот они теперь будут лежать на Ютьюбе, на моем канале. Больше, чем мы хотели сказать, позвольте, я буду говорить от лица команды, мы уже не скажем. Правда? Ну. Для меня эта картина выглядит так. Пускай она зафиксируется вот в этом состоянии. Я, как художник, мне кажется, больше красок в нее добавлять не нужно. Это к вопросу о пазле. Вот. Давайте поиграем в Блиц. 7 вопросов, 7 оригинальных сезонов. Вы смотрите, подождите. Вы всегда говорите, что я этого не помню, этого не помню. Я не помню. Мы все освежили. Мы все освежили за эти два года. Так я опять не помню. Давайте проверим. Готовы? Нет. Нет, вы должны быть готовы. Никому ничего не должно. Я никому ничего не должна. Да-да-да, я все сделала сама. Отпустила и взлетела. Вот как работать с этим человеком? С удовольствием. С удовольствием, да-да-да. Первый вопрос, первая фабрика звезд. Мы об этом говорили в этой студии, но не в этой, но говорили. Какую часть своего гардероба неправильно надела Екатерина Шемякина на свой сольный номер? У нее какая-то была юбка, что ли, какая-то не та. Шорты. Или шорты, шорты, да. Это, Данечка, ты внимательна к таким частям. Задом наперед она их надела. Да. Вторая фабрика, второй вопрос. Какое место на фабрике 2 заняла Юлия Савичева? Четвертое? Да. Ну, аплодисменты. Да, кстати, а еще тактика. За меня с цифрами же беда. Третья фабрика звезд. Третий вопрос. Как заколебал. Назовите мне пятерку полуфиналистов третьей фабрики. Полуфиналистов. Юлия Михальчик. Так. Светлана Светикова. Так. Руслан Курик. Так. Никита Малинин. Так. Мир, который подарил. Саша Киреев. О, аплодисменты. Чего-то бабка может. Четвертый сезон. Четвертый вопрос. С кем из участников четырех фабрик пел Игорь Николаев на финальном концерте четвертой фабрики? Вспомните его предыдущие дуэты на первых трех. Минуем вторую фабрику, потому что там никто не пришел. С кем он на первой пел? Пять причин. С Сати Казановой. Да. Отлично. Здравствуй. Он пел на третьей фабрике. С кем? Со Светиковой. А вот с четвертой фабрикой наша нежная принцесса кто? Олекса. Олекса. Все правильно. Я ни хрена не подняла вопрос. А. Но я ответила правильно. Да. Аллилуйя. А я тебя поняла, просто оставьте лайк. И следите. Пятая фабрика звезд. Пятый вопрос. Кто занял третье место на фабрике звезд пять? Могу подсказать. Нет, подожди. Стой, 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 стой. Подожди, значит. Значит, у нас, значит, первая, у нас, значит, Виктор Дайнека. Потом у нас Мосяков Руслан. Ага. Третья. А подождите. А у нас там Подольская. Так. И разделили третье место. Подольская и еще один участник мальчик. Да подожди, что ты подсказываешь мне? Ну так я жалею вас. Знаешь, если бы ты меня жалел, ты бы меня тут не подвергала унизительной порке прилюдной. Подожди, стой. Кстати, с Яной ходили на радио, и Яна там все ответила правильно. Да подожди. Легостаев. Легостаев. А кто? Веселов. Веселов. Подольская Веселов, третье место. Можете не обладать. Полтора. Нет, полбалла мне за этот ответ. А вот шестой вопрос. Фабрика Зверд 6 легкий. Кого спасла Зара своим выбором дважды на Фабрике Зверд 6? Ой, ну это у нас инсайт, до которого мы дошли, когда начали припирать девочек к стене, и вдруг выяснилось, что это и правда было так. Зара спасла два раза Романа Архипова. Но мы так и не поняли. Мотив какой был у нее? Что там вообще? Какая мотивация была? Как ты думаешь, сплетница? Кстати, был слух, когда шла Фабрика Зверд 6, что у Лары и Архипова Роман. Да, поэтому меня очень сильно удивила история Зары за кулисами 20-летия, что она спасла. Видите ли, у него была любовь с Гурковой. Но Гуркова-то сказала, что это была после Фабрики. Не сходится. Пазл-то не сошелся. Люди в комментариях, кстати, у нас версию выдвигают, что Зара спасала самого популярного. Поэтому она два раза голосовала за Романа. Ну такое. Я так вот в такое не верю. Ну, тетя. Фабрика Зверд 7. Слава Богу, они кончились. В которой вы были еще кем-то, кроме как ведущей. Господи, стоило один раз порезать дневнички. И теперь меня это будут до конца жизни вспоминать. А знаете, кто-то спалил? Это когда приходили Европа Плюс дарить какие-то свои подарки на фабрику. И кто там разыграфили, кто сказал, мисс ведущая, и еще там кого-то назвал. Он спалил, что вы работаете не просто ведущей на этой фабрике. Мы так все узнали. О боже, инсайт века просто дай. А кто был преподавателем актерского мастерства на фабрике «Звезд 7»? Нина Чусова. Да. И бонус вопрос, касается которой именно вас. Анус вопрос. Помните ли вы всех своих мужчин? Как вы в смысле? Хотя бы фабричных? Нет, конечно же, нет, Дань. Это легко. Я паспорт в этом году поменяла. Как я могу помнить всех своих мужчин? Назовите четырех соведущих за все сезоны фабрики «Звезд». Кто с вами хотя бы либо один концерт, либо сезон отвел? Их было, я посчитал четверо. Дорогие друзья, я считаю, что их было не четверо. А сколько их было? Ну подожди, сейчас подожди. Смотри, как считать? Как считать? Как считать? Значит, Анатолич, да. Так. Считай целый сезон. Так. Протолбасили. Если ты говоришь с возвращением, то Шепелев. Нет, не возвращение. Ой, с Россией и Украиной. Шепелев же был. Так, Шепелев. Это уже двое. Двое. Ну? Бедросыч. Так. И? И? Ой, не угадает. Этого мужчину я не помню. Чего надо? Ну? Ну подумайте. Ну? Ну что ну? Ну. Не помню я. Где он играл в кино? И чё? Ну? Егор Дружинин? Да. Мы с ним на третьей фабрике отвели целый концерт. Со мною это шоу ведёт очаровательная Яна Чурикова. Но кто с кем ведёт это шоу, это ещё вопрос. Егор Дружинин. Не Егор, не я видела этого. Мы не помнят. А если мы не помним, значит не было. Этого не было. А у меня всё лежит на компьютере. Ну хорошо, давайте покажем кусочек. Хоть посмотрим, что это было за эпичное видение. А по какому принципу нас-то соединить решили? По принципу концерт был сделан а-ля какая-то премия киношная. И вы каждый номер объявляли как какая-то премия. Вот. Демножко фабричного кринжа. И у вас была тумбочка. Вы назвали как у вас? У Оскара. И с тумбочкой мы обзавелись своей. На что не пойдёшь ради рейтинга? Да. Ещё Егор Тружини всё время хотел сказать, что косметика Мия создана для молодой кожи. А вы не давали. Потому что, видимо, это был мой учник. Да. А потом, когда вы ему дали, он затупил. В общем, мораль. Не давайте. Не тупи. Не тем людям. Так, блин. Всё. Мы теперь подходим к Жареному. Жареную зовут Прохор Андреевич Шаляпин. И что? Тут написано. То, что ты выжил после этого выпуска. Благодари судьбу вообще. Я благодарю. Не надо на меня увеличивать зум, пожалуйста, товарищ оператор. Так. Ну. Акрубляйся. Нет. Не слушаем Яну. Разбираем кейс. Прохор Андреевич Шаляпин. Что вы можете сказать про тот выпуск? Ладно, давайте вот серьёзно. Зачем вы его вообще выложили? Это же... Нет, ну я прямо спрашиваю, потому что, когда его отсматривали, это явно неудачный. Ну мы уже попозднее сейчас обсудим, я ещё не готов. Почему он неудачный? Нет, секундочку. Минуточку. А почему вы решили его вообще выпустить? А почему ты молчал всю ту неделю, пока мы его монтировали? А я не имею права сказать, что мне не нравится, не выкладывайте. Нет, минуточку. Ты можешь всегда сказать... То есть ты сейчас, когда мы уже закончили работать, ты понял, что твои комментарии тоже учитываются? Ну, я не свои деньги трачу. То есть... Нет, вот как объяснить? Да, я обосрался, грубо говоря, да? Но, но, но... На эту можно и точку поставить. Да, я обосрался, но я не сильно стал переживать на эту тему. Типа, это тоже опыт, да? И я готов, если бы мне совсем было плохо, противно и так далее, и типа не показывайте это. Я, в принципе, был готов, что-то будет выложено. Я вас спрашиваю с точки зрения, вы же прекрасно видели, что получилось, итог. Мы разберем попозднее, почему так получилось. Почему вы решили выложить все равно? А потому что, Дань, когда ты облажался, я сейчас про себя, то не надо пытаться замести дерьмо под ковер. Иногда надо просто признать, что ты облажался. И взять и показать это всем. Да, ребят, мы тоже люди. Мы тоже выбрали неправильную стратегию общения с гостем. И выпуск пошел по одному месту. И что мне теперь? Понятно, что Прохор был у нас. Понятно, что получилось так, как получилось. Почему так получилось? Если ты хочешь, мы, конечно же, разберем в детали. Но если ты спрашиваешь о том, почему я это выложила, единственное, в чем я считаю, что я была не права, что мы позиционировали это как новогодний выпуск. От новогоднего там было примерно ничего, за исключением костюма Прохора и его невероятной красоты кокошника. А новогоднего вайба, которого все ждали, не получилось. Выложим мы его позже, нас бы меньше захейтили, нежели вот чем получилось тогда. То есть мы неправильно подогрели и спозиционировали этот выпуск. Мы неправильно спозиционировали ожидания публики. Люди ждали веселого новогоднего легкого стеба, жанр, в котором Прохор преуспел. И в котором, Даня, ты тоже невероятно хорош. И вот мой следующий вопрос. Почему бы... Да. То есть я тебе объяснила, почему я это выложила. Я видела, что как бы и я здесь огребу. Понятное дело, что ты это ты. То есть я просто взвесила все за и против и поняла, что честнее перед нашей аудиторией мне будет это выложить и схавать все то, что люди, Сач, тут нужным в меня кинуть. А тут что-то мы больно хорошее получаем сегодня. Но с каждым выпуском лучше предыдущего. Вершина журналистского мастерства. Вот. Это, значит, первая часть пазла. Не хочешь услышать, что не так с этим интервью с точки зрения аналитики? Я вам признаюсь, я это уже слышал. Не очень бы хотелось это слышать второй раз. А я расскажу. Потому что я сомневаюсь. Зачем меня спрашивать? Поэтому, ну что, я тебе могу сказать. То есть когда перед тобой такой мастер словесного кунг-фу, как Прохор Андреевич, человек, прошедший 100 миллионов ток-шоу, единственное, что поможет тебе сыграть с ним хотя бы на равных... Это не приезжать на съемку. Нет. Это поможет тебе огрести от меня, если не приехать на съемку. А вот если ты с таким собеседником имеешь дело, то твое лучшее оружие – это юмор. Ну, он меня тогда вывел на эмоции. Вот эмоция, которая у меня тогда была, это и помешало. Это звучит как оправдание. Это и есть оно. Это правда, да. Но да, у меня была тогда эмоция. Он там не очень хорошо со мной пошутил. Назовем это шуткой. Ну так я и говорю, это кунг-фу. И да, меня это задело. И еще, мы за кадром с ним общались вот такими токсичными шуточками. Друг в друга там все. И смеялись как бы. Я даже выложил у себя на ютубе кусочек этого юмора. Он собрал 600 тысяч просмотров. Спасибо. Вот. Но когда мы сели на свои места, и была команда «Мотор», я не изменился, а он-то изменился. Он поменял тактику. Он стал говорить по-другому. То есть это был вообще другой Прохор. А я о чем? Все так же. Все вот туда же. Все токсичность. Все вот это вот. Учись, студент. Когда такой мастер работает в спарринге с тобой. И самое-самое ужасное, что было, Прохор извинился перед мной после съемки за ту якобы шутку в начале. То есть нельзя было извиниться до мотора. Нет, конечно. Он это сделал только после. Правильно. И с чистой совести уехал домой. Потому что будь вот похитрее. А я уже в говне по уши. И продолжаешь в нем быть, как человек, который завалил интервью с Прохором Шаляпиным. Да. Таким образом, получается, что ваша схватка просто была выиграна заранее им. Да. Это правда. Но опять же, когда я говорю, что мне показалось, что ты готов к таким гостям, как Прохор. Когда я видела, как вы с ним разговариваете на итоговом репортаже закулисным, я почему-то подумала, что Данечка неплохо овладел искусством словесного кунг-фу. Потому что там вы друг друга подкалываете. Но это такие осторожные укольчики кончиком шпаги. Это выглядит легко. Это выглядит круто. И ты там воспринимаешься, вот если вы сейчас посмотрите этот кусочек, как равный соперник. То есть за этим интересно наблюдать. Друзья, вы не поверите, я нахожусь рядом не просто со звездой, а с легендой. Прохор Шаляпин. Какие ощущения вообще? Как ты ощущаешь этот вот полет? Слушай, ну, смотря, что ты считаешь годы, мне не по адресу сегодня здесь. В смысле не по адресу? Что это ты? А что приехал? Ну, здрасте. Спеть свой романс, людей немножечко повысить уровень интеллекта. У тебя вообще другие участники тоже слышат. Ты знаешь ли, не сразу понял, про что это песня. Ты как только дашь интервью, а тебе сразу пишут все. Да, потому что есть люди, ну, неинтересные по своей природе, да, их он и пихает в них, и деньги вкладывает, все равно никому не надо. А я, понимаешь, без единого рубля, без просто природы матушка дала, понимаешь, мне, и я все равно являюсь на сегодняшний день, ну, сегодня не будем лукамить, главной звездой сегодняшнего вечера. Вы радостно жонглируете какими-то шуточками, хахашечками, взаимными подкольчиками. Но когда я посмотрела, что у меня один вдруг начал фонтанировать негативом на пятой минуте нашего общения, понятное дело, что, опять же, что мне надо было сделать, сразу тебя заткнуть. Я решила этого не делать почему-то. Я решила, значит, нивелировать, как-то стараться выруливать твою агрессию, и Прохоровский, а у него же такой стиль общения, что он, как бы, очень сложно пробиться к сути и ухватить суть того, что он хочет сказать. То есть нужно время, чтобы прошло. А то еще надо тушить меня. Чтобы Прохор сказал вот то, к чему он хочет нас всех привести, продираясь сквозь то, что он уже много раз говорил в разных других интервью. И таки мне это удалось из него вытащить просто уже сильно за сороковую минуту, когда пожар справа от меня успоко... И вот эти вот переглядки закончились. Ну, то есть по факту, вместо того, чтобы мы с тобой отработали в паре нормально, ты меня оставил разруливать две параллельные ситуации, то есть с одной стороны тушить твой негатив, с другой стороны разговаривать с гостем. В результате, по факту, мы проиграли оба с тобой. Потому что правило первое любого интервьюера, когда ты пришел, то есть ты пригласил гостя, агрессия – это единственное, чего ты никак не можешь демонстрировать, несмотря на то, что даже вот он с тобой как-то там не так поговорил до мотора. Будь выше этого. Команда мотор прозвучала, и ты переключился. Ты стер все то, что он только что в тебя положил. Вот только практика, только когда ты шлепнулся, ты можешь потом понять. И когда я отсматривал мастер, мастер – это то, что вы не видите, то, что сейчас видите, это уже... Нет, как раз это мастер. А это мастер. Привет, мастер. Я понимал, что прилетит. Я прекрасно понимал, и мне не очень нравилось, как я там выгляжу, что говорю. Вся вот эта вот надменность. Но с одной стороны, это правильно, что мы это выложили, что вы оставили это так. То есть на себя нужно было посмотреть со стороны и почитать, что не так и с чем нужно поработать. Ну, с другой стороны, понятное дело, что ты знаешь еще, когда ты разговариваешь с артистом, последнее, о чем ты думаешь, это поклонники этого артиста. А Прохору за всю его творческую дорогу удалось собрать клуб людей, которые являются фанатами его вот этого легкого отношения к жизни, вот этого его ха-ха и коронной фирменной Прохоровской самоиронии. Это тоже позволило ему собрать свою аудиторию. Кто бы к тебе не пришел, ты никогда не знаешь, что за ним стоит. Поэтому просто иногда надо осторожнее идти по минному полю. И мне кажется, я знаю, почему вы оставили и выложили этот выпуск. У меня есть догадка. Ну как? Объясню. Яна Алексеевна на протяжении этих двух лет всегда мне говорила, ну не после каждого выпуска, конечно, но говорила, Данечка, следи за своим языком. Данечка делала так вот, ага, ага, все, я понял, понял, понял. Получается, нихера не понимала, и повторялась какая-нибудь история снова. У меня снова подзатыльник на эту тему, я снова ничего не понимаю. Здесь, когда вот настолько я шлепнулся, что я не следил полностью вообще за своим языком и говорил все, что я думаю, и думаю, сейчас он на монтаже обрежет, и я буду там хорошенький. Нет. Ты понимаешь, какая штука? Просто с тех пор, как ты сел в кадр, понятно, что ты не перестал быть обычным зрителем. Но ты как бы перешел для тех, кто нас смотрит, немножечко по другую сторону баррикад, а здесь и спрос с тебя тоже другой. И иногда твоя детская непосредственность, она такая, знаешь, простота хуже воровства. Ну уже как бы ты понимаешь, как оно все устроено. Уже нужно чуть больше навыков демонстрировать. И мне казалось, что вот оно усвоено, а оно оказалось вот не усвоено. Ну знаешь, конечно, оставлять все это в кадре так, ты еще просто не знаешь, сколько мы отрезали. Для того, чтобы оставить вот это. Даже монтаж не свезли. Нет. Этот выпуск не спас даже монтаж. Нет, может быть, там можно было еще где-то там какие-то длино торезануть. Но тем не менее, я когда поняла, что у нас получилось, я решила идти ва-банк. Я не жалею об этом. Ошибаться надо. Да. И я рада, что мы вместе это прошли. Опять же, было интересно читать комментарии, когда люди, одни и те же люди, которые писали нам сначала какие-то неприятные вещи под выпуском с Прохором, они потом такие типа, а вот сейчас они опустят руки и больше не будут продолжать. Такие, как же, как же. А мы еще как раз на каникулы вышли. Да, мы вышли на каникулы, на длинные, достаточно просто подустали эмоционально. Выкладывать каждую неделю контент, это в принципе, это правда большой труд. И такие типа, нет, мы не собираемся останавливаться, с чего бы. Выигрывает тот, кто идет дальше, это мой любимый принцип жизненный. И мне хотелось, чтобы мы все это прошли вместе. Потому что понятно, что команде тоже было неприятно все это читать. Другое дело о том, как была организована вся система с комментариями под этим выпуском. У меня на эту тему есть отдельное аргументированное мнение. Просто скажу одну цифру. Из семи с чем-то тысяч комментариев, которые там есть, только тысяча от наших подписчиков. По поводу остального вы делаете выводы сами. Но тем не менее. Прилетело больно, прилетело несимметрично больно. Но нам это было нужно. Особенно мне. Я говорю нам. Я тебя сюда позвала. Это наш проект. И мы здесь несем ответственность вместе. Вы моя золотая. Ты же мой пупсик. Вернемся к новой фабрике звезд. Ну что же она тебе так покоя-то не дает? А почему мне? Люди задают вопрос, почему не вы ведете новую фабрику звезд? И людям хочется откровенный ответ. Почему не Яна Чурикова ведет новую фабрику звезд? Дорогие друзья. А кстати, между прочим, в комментариях к первому концерту ничего про Яну Чурикова нет. Это где? Это где? Это на Рутюбе. Ой, нашли что читать? Господи, у них там якобы сколько? Шесть миллионов просмотров и двести лайков или сколько там? Все понятно с этими просмотрами? Почему не Яна Чурикова ведет новую фабрику звезд? Я зайду в Рутюб, зарегистрируюсь и напишу этот вопрос. Ну ты же знаешь ответ на этот вопрос. Может быть я знаю, а зрители не знают. Ну так окей. Ты как бывший зритель, а теперь все-таки частично человек из индустрии. Я должен за вас ответить. Ну ответь, вот как ты думаешь, почему? Я могу проще сказать. Вы ведете голос. Голос идет сейчас на первом канале параллельно новой фабрике звезд. Разные каналы, разные проекты. Эти два канала борются за одну и ту же аудиторию. Это конкуренты. Вы не можете вести музыкальное шоу у конкурентов. Вырос молодец. Молодец. Ну да. Во-вторых, им не придет в голову меня позвать. Ну мы с тобой же звали. Ну мы с тобой звали. Там был на тот момент Арман Довлетяров. И я на тот момент была не в кадре на первом. Но я возглавляла MTV. Поэтому с моей стороны это тоже был конфликт интересов. Поэтому мы с Арманом пришли к тому, что я не могу вести новую фабрику звезд в далеком 2017-м. А сейчас, ну как бы, пункт первый – меня бы не позвали, пункт второй – я бы не пошла. Но причину озвучил Даня очень четко. Это разные каналы, разные холдинги. И это непримиримая конкуренция. Ну то есть речи о том, чтобы я вела что-то на ТНТ в производстве Уайт Медиа, не существует по определению. Все? Выправл закрыт? Да. Но это же, собственно, и является причиной того, что мы сейчас наш проект завершаем. И что третий сезон последний. И что прямо сейчас вы смотрите последний выпуск третьего сезона. Как это ни было бы грустно. Ну, часть причин мы вам уже озвучили по ходу нашего здания «Диалога». Но вот сами себе вот подумайте. Даже несмотря на то, что я независимый журналист в данном случае, я делаю проект на свои деньги, по собственной воле. Так получилось, что это мы вот этими вот руками и руками людей, находящихся здесь за кадром, разогрели интерес к фабрике звезд настолько, что канал-конкурент взял и решил таки ее запустить, зная о том, что формат-то у них, у «Вайт Медиа». Соответственно, «Вайт Медиа» с «Первым» с 2013 года никак не сотрудничает. Поэтому фабрика «Звезд» на «Первом» никогда не могла бы существовать вот в данной ситуации. И вот это все, принимая во внимание, вот как вы считаете? Вот с точки зрения там той же журналистской производственной этики, могу ли я продолжать дальше с этим проектом? Нет, не могу. Потому что получается, что я помогаю промотировать проект канала-конкурента «Фабрика звезд». Вот это на самом деле для меня самая основная причина, по которой мы сворачиваемся прямо здесь и сейчас. Даже если бы, там, не знаю, захотелось бы еще кого-то позвать, сейчас я не буду этого делать, пока у них, у ТНТ идет проект, какой бы он ни был. Но просто люди-то, они же как? Для них этот проект непрерывен во времени. То есть для них «Фабрика звезд» и для них вот эти наши профессиональные внутренние терки никакой роли не играют. А для меня играют. Я просто, ну, не могу. Сорян. Бог с ней, с «Фабрикой звезд». Вопрос. У нас на Ютубе есть такой прекрасный канал, называется «Яна Чурикова». Что дальше будет на этом канале? Что нам ждать? Желательно бы ответ на этот вопрос, а не все потом. Ну нет, ну как потом? Понятное дело, что, смотрите, нас здесь набралось, на данный момент, когда мы пишем этот выпуск, 102 тысячи подписчиков. Я просто через какое-то время там уже, сначала ты работаешь, работаешь, ты не понимаешь, не осознаешь до конца, что происходит. Как мы хотели набрать эти 100 тысяч? Как вы вместе с нами хотели, чтобы у нас, наконец, было 100 тысяч? Это такая важная психологическая отметка. И как вы пишете, «Рабайте, ребята, дальше миллион!» Я про себя думаю, блин, да вы что вообще? А с другой стороны, я понимаю, что теперь я просто перед вами несу ответственность за то, что на этом канале будет выходить дальше. Поэтому мой ответ такой. Собрав такую аудиторию, это с одной стороны, а с другой, пронеся с собой команду, которая создавалась еще на том МТВ, когда мы вместе пережили закрытие любимого канала и с помощью фабрики смогли спастись, фактически, но это было так, то есть это было частью нашей психотерапии личной, производства этой программы, которая стала частью коллективной психотерапии большой страны, фактически. Нам всем нужно было вспомнить этот проект, светлые моменты из детства и заякориться куда-то туда в беспроблемное, бессознательное, где все хорошо. Когда мы вместе с вами из команды пережили такой опыт, понятное дело, что здесь будет контент выходить регулярно. Другое дело, что сейчас мы возьмем некоторую паузу, потому что нам всем надо выдохнуть, чтобы вы понимали, еженедельная выкладка по четвергам, не по четвергам просто каждую неделю. Это прям реально дофига ресурса и времени. Это мое личное вовлечение. Это ребята, которые перекраивают свои графики ради того, чтобы по выходным собираться и снимать. Потом мы монтируем, потом мы сдаем. Мы тоже немножечко хотим чуть-чуть подвыдохнуть. А вот в апреле, я думаю, что мы вернемся с новым еженедельным контентом. И здесь я поставлю пока многоточие, ну потому что палить всего не хочется. Мы в ответе за тех, кого мы приручили. А поскольку мы с вами придумали, достигли очень многого вместе, то дальше я предлагаю опять же идти вместе. В связи с этим у меня к вам, дорогие друзья, просьба, вопрос. Зная, как активно вы участвуете в жизни нашего канала, мы сделаем специальный пост в сообществе. Напишите, пожалуйста, как вы видите, каким вы видите развитие канала Яны Чуриковой. Мы с командой все внимательно изучим, потому что многие наши идеи, порой лучшие наши идеи, мы черпаем из ваших комментариев. В частности, идея этого интервью. Она тоже родилась после того, как мы внимательно изучали комментарии. Так что, дорогие друзья, я приглашаю вас стать нашими сотворцами. Я взял интервью Яны Чуриковой. Но еще не все. Есть дополнительные вопросы, которые Яна Алексеевна всегда, почти всегда, задает фабрикантам. Вы, Яна Алексеевна, тоже часть фабрики звезд. Надо уже это признать. Не просто ведущая, А, сама фабрика звезд, можно сказать так. И что дала вам фабрика звезд? Вы, фабриканты, всегда спрашиваете этот вопрос. Что вам фабрика звезд дала? Ты знаешь, сейчас, когда я, опять же, у меня не было возможности это проанализировать в моменте. Если бы ты меня спросил два года назад, что мне дала фабрика звезд, я бы, наверное, сказал узнаваемость, какую-то известность. А сейчас, когда мы уже сделали этот проект, я абсолютно уверена, что именно фабрика сформировала меня как профессионала. Я вижу свой рост, я вижу, что, как я перестроила свою работу так, чтобы она соответствовала тому, что нужно на этой программе. Фабрика превратила меня в командного игрока. Именно там я кайфанула от того, как, блин, делается крутое телевизионное шоу. И сейчас, когда у нас в гостях были Андрей Сечев, Сережа Мандрик, люди из-за кадра, вот это скорее про меня. Мне так хотелось показать вам эту изнанку, того, что вы видите по телеку, какие замечательные люди на самом деле делают для вас эту сказку. Поэтому, если длинно, то вот так. А если коротко, да, фабрика звезд превратила меня в профессионала и командного игрока. И еще один вопрос, который вы задаете тоже нередко нашим участникам. Если ваша дочь Тася решит пойти на новую фабрику звезд, ну, года через три, отпустите? Конечно, это же не моя теперь фабрика звезд. Пусть идет. Уж меня-то, по крайней мере, никто не сможет обвинить в том, что я куда-то кого-то пропихнула. Хотя, я думаю, что... Найдутся. Найдутся люди, которые не захотят вникать в детали. Ну, то есть проблем никаких нет. Тася захочет, пойдет. Вообще, большая родительская задача, чтобы ребенок, наконец, знал сам, как достичь того, что он хочет. Поэтому, если она захочет, то, конечно, пойдет. Но об этом нужно уже будет спрашивать у нее. А я буду тихонько стоять в сторонке и креститься. Ну, через 20 лет мы ее пригласим в студию и спросим. Вот ты пригласишь и спросишь. Да. И вы никогда этого не делали. Ну, может быть, пару раз. Поскольку это последний выпуск, помогите мне. Скажите, пожалуйста, в камеру, чтобы подписывались на канал, ставили лайки и писали комментарии. Дорогие друзья, я никогда этого не делала. Но поскольку он меня заставил... Я же беру интервью, я тут главный. В этом моменте должен быть твой фирменный зловещий смех. Чурикова сейчас будет лайки выпрашивать. Да, буду выпрашивать лайки. Никогда этого не делала, потому что всегда считала, что мы не можем выпрашивать лайки, но тем не менее. Вы не будете блогером, пока вы это не сделаете. Отлично. Вот сейчас я точно стану блогером, Даня. Спасибо. Дорогие друзья, смотрите, с какой душой мы делаем для вас контент. Поэтому, если вам нравится то, что мы делаем, если вы верите в нас, а вы верите в нас, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, делитесь ссылкой с друзьями и активнее комментируйте. Вот. И не забудьте написать в комментариях, какой вы видите этот канал, что Яна Алексеевна должна такое снять, чтобы вы это обязательно посмотрели. Но, Данечка, я считаю, что я-то ладно, но еще эти два года, и очень важный итог этих двух лет, это ты, как самостоятельная творческая единица. Я дала тебе все, что у меня было. Что могла. Да. В плане профессиональных навыков. Мы с тобой работали вместе в паре. У тебя были шансы посмотреть и проанализировать со всех сторон, как это работает, найти свой почерк и, наконец, выполнить мою мечту. Даже несмотря на то, что ты Робин Гуд, ты вполне себе созрел для того, чтобы не просто выкладывать пиратский контент. А создавать свой. Ты созрел для того, чтобы создавать свой. Поэтому, Дань, я сейчас, как будто я училка на выпускном, я отпускаю тебя вот в эту взрослую жизнь. Ты готов. Перед тобой открыты все дороги. И правда, твоя судьба в твоих руках. И вот как сейчас ты ее повернешь, так она и будет у тебя построена. Ты видел тысячи историй людей, окей, десятки, которые сказали, а почему мы но не стали заниматься дальше? А им какой-то ответ такой прилетает, потому что, малыш, ты сам сел на попу ровно и чего-то ждал от жизни. А вот те, кто взял свою жизнь в свои руки и пошел вперед, вот те и выиграли. Я такое ощущение, что я номинант, и мне говорят, вот я должен уйти сейчас, и мне вот речь... Ты здесь видишь каких-то других коллег в номинации? Нет, я единственный номинант. Я победитель проекта «Фабрика с я ночью». Вот это была твоя личная «Фабрика звезд». Да. Ты намечтал ее себе, и ты ее получил. У меня вопрос к вам последний при свидетелях. Да, я планирую свое шоу. Придете ко мне? М-м-м! Ну что ж, придется. Отлично. Надеюсь, это нам он тоже не вырежет, потому что я ничего доказать потом не смогу. так уж и быть не вырежет. Ура! Это была Яна Алексеевна Чурикова. Аплодисменты! Пидите, я тут один. О май гад! Это мне? Моему первому интервью? Есть! О май! Аплодисменты! Её! Аплодисменты! КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дань, Дань, я здесь!